Друзья, перед началом видео хотелось бы посоветовать вам канал Флоренского. Вы увидите социальные видео, которые полностью поменяют ваше восприятие мира и разрушат иллюзии. Одной из основополагающих рубрик канала является «Страшные истории». Это жутко и интересно. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok «Стало всё рыже выходить на улицу. Да и друзья куда-то разбежались. А я всегда был каким-то неживым. В общем, сейчас безработный. Каждый день слоняюсь по квартире в поисках чего бы поживать. Иногда готовлю ей чай. Пытаюсь убираться. Но делаю ещё хуже. Я неуклюжий. Постоянно то споткнусь, то задену книгу, торчащую с края стола, то пролью тот же чай. Беспорядка от меня явно больше. Потому всё больше читаю книги. Да гляжу в окно. Или наблюдаю, как она работает. Она же в последнее время постоянно работает. Или работала. Я никогда не спрашивал её, чем она занимается. Боялся отвлечь. Никогда не смотрел, что же она там пишет. Никогда. С некоторых пор с ней происходит что-то непонятное. Она не замечает, что я принёс чай и смахивает его со стола. Что-то бурча вытирает пролитое и возвращается к работе. Через какое-то время перестала ворчать. А потом и вовсе трогать чашку. Последняя так и стоит, пока чай не остынет. Хотя и потом тоже стоит. Она же стала очень раздражительной. Как уже говорил, я не самый ловкий. Когда что-то задевал или ронял, проходя мимо, она напряжённо дёргалась, а затем смотрела на меня долго и хмуро. Очень внимательно и всегда молча. Я же в ответ тоже молчал, потому что боялся этого взгляда. Так и смотрели друг на друга молча, пока она не поворачивалась снова к монитору, а я не уходил на кухню. Тогда боялся взгляда, а теперь хотел бы его. Теперь она вовсе не смотрит на меня. Только лишь напрягается, словно сдерживая гнев. Руки замирает в ожидании над клавиатурой, но взгляд так и не отрывается от монитора. Я не знаю, что с ней происходит. И не могу спросить, потому что она со мной не разговаривает. Больше совсем не разговаривает. Иногда замирает, словно статуя, и смотрит наводящими глазами сквозь этот чёртов монитор. Мне страшно в такие моменты, что она больше не здесь и не сейчас, будто её душу кто-то вытягивает в другой мир. Ночью же вселяет настоящий ужас в меня. Она ложится, заворачивается в одеяло. И словно каменеет до утра. Иногда мне кажется, что она и вовсе умерла. Поэтому подхожу послушать её дыхание. Как это делают матери маленьких детей. Дышит. Хорошо. Нежно глажу её по голове. Но она продолжает лежать не шелохнувшись. Не шевелясь до самого утра. Затем встаёт, словно робот застилает кровать. Умывается, одевается. И снова идёт к монитору. Иногда мне кажется, он притягивает её каким-то сверхъестественным магнитом. На сегодняшний день страшнее всего предыдущего вместе взятого. Она застыла над клавиатурой каменным изваянием. Но печатает, словно одержимое. Ей уже должно быть невыносимо больно. Потому что кожа на пальцах повредилась. Я никогда не спрашивал её, чем она занимается. Боялся отвлечь. Никогда не смотрел, что же она там пишет. Никогда. Но, может быть, если узнаю, что бесконечная беготня по клавиатуре отстукивает её пальцы, смогу помочь. Вытащить из этого нервного оцепенения. Вернуть к жизни. Сегодня уже трижды я пытался незаметно подойти, чтобы заглянуть через плечо в ненавистный монитор. Но каждый раз подводила эта дурацкая неуклюжесть. В первый раз уже совсем близко от неё споткнулся какой-то провод. Он что-то потянул. Из полки упала колонка. Второй провал случился в коридоре. Я проходил мимо входной двери, направляясь в её комнату. Когда прямо за этой дверью в подъезде громко говнула большая собака. От неожиданности подвернул ногу. Упал с диким грохотом. При этом рукой зацепил дверь в её комнату. От чего-то тоже громко хлопнув закрылась. Хорошо, что я оказался снаружи. Я боюсь того, что она могла бы сделать, окажись внутри. Но того, что она могла не сделать, боялся ещё больше. Третий раз. В третий раз она перестала печатать, когда я вошёл в комнату. Мне оставалось только сесть в кресло. В надежде, что она забудет про моё присутствие. Примерно час назад она начала печатать. Наверное, всё же забыла. А теперь аккуратно, ничего не задев, подобраться ближе. Ещё шаг. И я увижу, что так быстро водится на экран. Ещё чуть-чуть. А теперь оно прямо за спиной. Я знаю, оно там. Боюсь обернуться. Но уже не могу больше спать. Схожу с ума. Устала. Схожу с ума. Субтитры создавал DimaTorzok